Так как в России у нас вообще очень мало осталось площадок для обсуждения глобальных вещей, мы не можем порой даже подвести итоги года, хотя каждый их, конечно, подводит, конечно, после январских праздников они и будут, и получим, и забываются, но я попробую на этой схемотехнике подвести определенную черту. Что у нас за этот год случилось? За этот год случилось очень много важных вещей, о которых мы должны помнить. Эти вещи будут определять локальный тренд, который у нас наблюдается в России, и некоторый глобальный тренд в России, скорее всего, будет на себе использовать, и он существует, и наша отрасль геоматики, да, я представляю эту отрасль геоматики прям одной из самых, наверное, известных на Западе компаний, работающих на рынке фотограметрии, компания Ракурс, да, вы все ее прекрасно знаете, особенно кто с фотограметрой. Кто работал на фотомоде? Нет, практически все. Понял? А кто работал? Next, he's ready. Ну, ничего себе. Глобальный тренд, да, мы, такая условно глобальная компания, вынуждены ее постоянно отслеживать, чтобы быть более-менее на плаву, и определенные мои мысли вслух, которые сформировались там за последние, там, ну, пять, ну, может быть, чуть меньше лет, именно с точки зрения геоинфекционных систем. Чем 2016 год запомнился лично мне? То есть я предлагаю, на самом деле, всем высказываться, потому что я потом все это дело сведу, я, естественно, что-то забыл, я сведу, и потом где-нибудь мы это выложим на, там, в Фейсбуке, в схемотехнике, можем где-нибудь еще, и публикуем, условно говоря. Значит, что в этом году было очень значимого для, лично для меня, и, наверное, очень для многих людей из нашей сферы? Ну, в первую очередь, это ваш, да, на самом деле, кто работает на рынке дистанционного зондирования Земли, те знают, что такое работать с госконторами. В этом году госкорпорация, бывшее Министерство космоса, начала продавать данные дистанционного зондирования Земли. В это никто абсолютно не верил, что вообще это будет. Да, на нашем рынке там существует компания Scanners, которая бесконечно долго судилась и с Министерством обороны, и с космосом, по поводу того, чтобы можно было сначала снять ограничения на их обработку. Вот, вообще речь о том, что российские данные космические будут вообще доступны на мировом рынке, в том числе они будут продаваться за рубеж, и уже туда планируются продажи, вообще можно будет купить, об этом вообще речи не шло. Теперь, ура, наконец-то их можно купить, известны даже цены. Микрокадры Канопуса будут стоить там порядка, что-то типа там, 30-60 рублей за квадратный километр. Данные с ресурсов ресурса P будут стоить порядка 600 рублей за квадратный километр. Значит, и помимо того, что они выложили данные в продажу, их можно купить, эти данные можно качать и бесплатно. Появился портал Роскосмоса открытых данных. Это такой бизнес по-русски? Это такой бизнес по-русски. Это такой бизнес по-русски, да. Оттуда можно качать ресурс PES, ресурс пешные данные. Вот, их там очень мало, бесконечно. И понять, что там такие глобальные дыры на все крупные города, ну, как ничего не вышло. Но, тем не менее, вот, для людей, которые работают в ДЗЗ очень много лет, вот это, наверное, это абсолютно какая-то сновширпательная ситуация. Люди просто в этом не верят. Пожалуйста, поэтому пользуйтесь, атакуйте Роскосмос. Они могут, конечно, вам дать данные бесплатно, можете их купить по рублевым ценам. Значит, это очень круто на самом деле. Вот, поверьте мне. Зачем если скачать в ладошке? Вот, ну не все можно скачать. Вот. Купишься там. П-3 качать нельзя, да у него и архива практически нет. Да, там полный. Ну, так как ничего покупать. Вдруг тебе надо. Значит, что еще в этом году появилось очень интересно и важно. Не из сферы ДЗЗ, такой классической фотографии и фотографии, в России создан федеральный проект, так называемый бизнес-навигатор малого-среднего предпринимательства. Вещь, которую делал один из представителей информационного нашего рынка, компания Everpoint. Что они сделали? И фактически они сделали такую глобальную, федеральную геомаркетинговую платформу, где предприниматель может оценить локацию для своей будущей продавательной точки, там, не знаю, магазин, кафе. Там большое количество список отраслевых локаций, которые можно выбирать на основе пространственных данных. К этим пространственным данным отнесены, они купили практически всю базу дубльгиса. Это с точки зрения конкурентного размещения. У них данные Росстата плюс вышки, плюс еще большого количества агентств консалтинговых и статистических по уровню дохода населения, по плотности населения, по общему портрету того, как выглядит то или иное население этого участка города или там одного отдельного квартала. Да, такая система абсолютно обалденнейшая есть в США, но у них гораздо больше данных. В принципе, то, что на федеральном уровне заинтересовались использованием геопространственных данных, социально-экономических и географических для развития бизнеса, это тоже достаточно удивительная вещь для нашей страны. Тем не менее, она есть, она существует. Этот бизнес-навигатор, он бесплатный и можно пользоваться. Его развитие включает в том числе возможность цеплять его в свои приложения через какую-нибудь там опишку, но пока он в тестовом режиме, он уже все равно доступен, он работает, дает интересные отчеты. В общем, берите, пользуйтесь. Достаточно интересная вещь. Я считаю, что она определенный толчок к развитию наших данных, которые мы собираем, и в дальнейшем они используются бизнесом, это даст. Что еще интересного? Значит, на рынок нашей всей тематики вышел Ростелеком. Для студентов это может стать потенциальным местом работы. Запомните это, да? Ростелеком сейчас можно найти, там большой PIS-департамент уже создан. Если вы интересуетесь работой, не забывайте проверять и вакансии, которые предлагает Ростелеком. Ростелеком вышел со своей PIS-платформой, вот, в основе которой почему-то оказался RGIS. Вот, ну да ладно, как говорится, разберемся. Тем не менее, они вышли на рынок, и они позиционируют сейчас себя как такого единственно возможного в России поставщика данных, например, для управления крупными территориями на уровне властей или, там, республик. Они провели в Сочи большую конференцию, где прямо заявили о том, что они планируют создать единого оператора геоинформационного пространства России. Естественно, этим оператором будет Ростелеком и его платформа. Хорошо это или плохо, пока же время. Естественно, конечно, если такой оператор государственный будет создан, в этом, конечно, нет ничего хорошего. Это сокращение конкуренции. Вот, но надо иметь в виду, вы можете пойти работать на Ростелеком и разрушить его изнутри. Значит, на рынке, в российском рынке появился АНЕКС ГИСВЭП, а Максим сегодня о нем, в принципе, сказал. Ну, я его сюда вынес, потому что не хочется обидеть Максима, с одной стороны, да, несмотря на то, что... Простите, шок. Вот, подобные решения выходит много. Вот, тем не менее, в России это первый законченный продукт, который предлагает полную линейку от настольного до мобильного приложения с интеграцией через веб-вещи. Подобные решения на основе КУГИСа, ну, в принципе, в мире имеются, есть в Чвейцарии, есть в Германии. Это такие достаточно большие, развитые, но локальные вещи, поэтому для России вот эта ниша, в принципе, тоже закрыта теперь. Ну, кроме того, она, условно, конечно, бесплатна, хотя за поддержку вам все равно придется платить. Значит, хорошо то, что на ее базе развиваются дополнительные сервисы, например, такие как УМС. В принципе, для распространения технологий геопространственных для рынка это было очень здорово, очень хорошо. Вот, значит... А, ну, я был первым человеком, который зарегистрировался. Значит... Так, сейчас я не дарку не... Значит, еще интересная вещь, что это зрение развития всех наших геопространственных технологий, это сервис от компании SouthZone, называется Word Evolution. Кто-нибудь его видел? Я зашел и ничего не понял. Вот, правильно. Значит, соответственно, предзаклизм, по-моему, до сих пор висит только на английском языке, и, в принципе, он предлагается именно зарубежным пользователям. Что это такое? Ну, недавно видели, да, анонс таймлапса от Гугла, где они просто лансад весь загнались, показали, как изменяется земля. В принципе, SouthZone предлагает то же самое на основе данных не только лансада, но и данных сверхвысокого разрешения, которое у них есть. И при этом предлагает вам не просто смотрел, а предлагает готовый продукт в виде полигонов, где произошли какие-то либо и какие-либо изменения. При этом эти полигоны имеют атрибуты промышленные, жилые, лесные, естественно, хозяйственные. Если у вас за 10 лет в Москве изменилась площадь коттеджных поселков, вы можете купить, грубо говоря, знания об этой площади. Где она изменилась, как изменилась, за какие годы произошло, куда все дело росло. Уже в виде готовых полигонов, а они вам продают банально шейк с изменениями по времени. Есть ли в мире такие сервисы? В принципе, да, SouthZone в этом отношении не единственная компания. В Штатах это разве было достаточно давно, в Европе тоже идут наблюдения. Но для России это колоссально, потому что они предлагают эти данные на всю территорию нашей страны. Они делали мне этот проект больше трех лет, и фактически он сделан руками, что говорит в принципе о том, что он достаточно качественный. То есть здесь не было проекта, как у китайцев, которые автоматом попробовали классифицировать всю поверхность Земли, и у них появилось огромное количество ошибок. Здесь все проверено руками. Достаточно интересная вещь. Сколько стоит, не знаю, не спрашиваю, надо спросить. Значит, что еще в этом году у нас появилось в очень странном виде? Ну, в первую очередь, с точки зрения ГИС-аналитики, у нас появились открытые данные по ДТП. В каком виде, насколько они хорошие и плохие, это другой вопрос. Тем не менее, если вы занимаетесь геоаналитикой, например, собираетесь страховать автомобили. Для страховщиков очень важно, на самом деле, понимать, где произошла авария, при каких условиях и какая точная локация. Если, ну, да, я знаю такой проект, который собираются кто-то из наших крупных страховщиков запустить, они будут анализировать каждую улицу и частоту вашего личного проезда по ней. Если эта улица будет ими классифицирована как потенциально опасная по количеству совершенных там ДТП, то вы будете платить страховку больше. Если вы предпочете улицу, где ДТП по статистике проходит меньше, вы будете страховку платить меньше. Вот. Вот вещи интересные. В этом отношении открытые данные ДТП, они достаточно важны. Там есть координаты, ну, конечно, не на все, но вообще они интересны. И ребята из, там, из Урбики, из Слава уже начинают делать, понимаете, какую-то статистику. Сбербанк выложил открытые данные, которые, естественно же, сказали, что это нифига не открытые данные, это какая-то идея исполненная. Тем не менее, это факт. У Сбербанка сейчас есть данные, в том числе и региональные. То, чего не было никогда до этого. Вообще, достаточно интересная статистика, она неплохо бьет с Росстатом, и видно, что Росстат достаточно здорово совершает некоторые параметры. То есть, с точки зрения региональной аналитики, Сбербанковские данные важны и полезны. Росреестр выложил открытые данные, вплоть до административного территориального отделения, через неделю их закрыты. Почему так происходит, что никто не понял, это было резко, люди быстренько все скачали. И сидят тихо радуются, не понимая, что с этим все-таки делать. Но, тем не менее, попытка Росреестра открыть данные о границах Российской Федерации, они уникальны. Почему? Потому что до сих пор вообще в России, грубо говоря, не существует открытым доступа и границ нашей страны. Вы не знаете, где они проходят. Их просто нет. Вы их можете запросить, как вам кажется, например, в Смегайке. Вам придет ответ, что их нет. Вернее, они есть, но если вы придете к ним с флешкой, они вам скачают шейф. Когда я так сделал, я увидел, что это данные с проекта OpenStreetMap, который был сделан в 1012 году. Соответственно, тогда еще были и кое-какие данные открытые. Вот, мы сделаем хорошо. Соответственно, представьте себе, что мы можем до бесконечности говорить о нашем пространстве, о стране, о ГИС, о подложках. В России нет официально утвержденных границ, которые доступны каждому же границу. Поэтому, как вы привязываете свои данные и говорите, что это правда, никто не знает. Все наши данные, они идут из ОСМ. Значит, что еще очень важного в этом году, наконец-то более-менее мы начинаем понимать, как будет регулироваться БПЛА в нашей стране. И для картографических целей, и для целей съемки, не знаю, свадеб, или там, не знаю, собачек, котиков, ничего угодно. Регулирование БПЛА идет достаточно скандально. Как я понимаю, сегодня было тоже какое-то очередное обсуждение. Профессиональное сообщество не очень довольное тем, что навязывается. Минтрансом. Но какие-то подвижки идут, слава богу, что с июня хотя бы БПЛА вообще разрешили летать. Слава богу. И, кроме того, это регулирование БПЛА, если оно случится, скорее всего, оно поведет за собой рост использования БПЛА для задач картографии. Поэтому кто-то из студентов может начать связывать с своей будущей деятельностью именно специализацию на картографии с беспилотников. Я, наверное, что-то забыл. Если кто-то из вас что-то вспомнит такое, прям, вы можете сказать, добавить. Татарстан. Проект Татарстана, да, Иннополисовский. Ну и Тула. Татарстан. Значит, проект Татарстана чем интересен? Да, узнать, что есть такое страна. В стране самый молодой, самый маленький город Иннополис. Проект Татарстан. Вот, проект Татарстан. Значит, проект будет включать в себя выбранную территорию Татарстана как пилотный участок. Использование всех видов возможных получения пространственных данных, начиная с космических аппаратов, да, за которые отвечает Роскосмос, аэрофотосъемка, за которые отвечает Роскартография, да, они будут произвести на воздушных пространствах с 2-х на 30-х. И более низкое пространство эшелоны, это геоскан, будет снимать по стилогикам. Соответственно, будет задействована весь перечень российского софта для обработки этих данных, да, начинается от геометрической, заканчивая тематической. И, соответственно, будут задействованы какие-то структуры, которые будут отвечать за использование этих геопространственных данных для решений определенных задач, связанных с экономикой, безопасностью, ЧАЭС и т.д. Как все это будет решаться? Какие конкретно задачи будут решаться? Ну, скорее всего, будет из этого только с 2017 года, если проект окончательно утвердят и дадут под него финансирование. А в чем там соль? Соль никто не знает в чем. Раз, да. Значит, опять-таки, ну, соль, наверное, в том, что есть попытка связать разный вид съемок. Нам больше понятных есть. Что мы можем изречь? Какие уровни покрытия, масштабные уровни мы можем получить с космоса, с аэрофлота и с дисплоидом? И как мы потом это все можем использовать между собой? Что мы будем делать? Высокоточные модели рельефа, окей, не вопрос. Строить цифровую модель местности, не вопрос. Цифровые города, не вопрос. В виде там облаков точек, либо в виде векторных моделей, не вопрос. То есть, все, что из этих пространственных данных можно будет выжимать, люди будут стараться получить. Вы думаете, что это как бы исследовательская активность, как это практически? Вообще, нет. У Иннополиса задача это коммерциализировать и сделать на основе этого технологию. Ох. Вот, да. Вот именно так. Вот. Но пока, опять-таки, говорю, это проект 17-го года. То есть, в данный момент он на уровне согласования идет только компания, которые сейчас могут они слетать, снять в нужном нам разрешении. Вот. Но, тем не менее, кроме того, там будет заложен, может быть, определенный полигон для верификации данных космических, автосъемочных ДЗЗШ. Не знаю, там, Мира они будут класть. В Мигаике есть полигон. В Мигаике есть полигон, да. А что? Непонятно. Непонятно. Вот. Иннополис. Иннополис. Вот. Да. Если в Мигаику прибавить, там, не инновационный гаик, тогда все получится. Вот. Значит. Ну, опять-таки, проект выстрелит, наверное, в году в 17-е. Что из этого получится, не знаю. Вот это, наверное, самые такие, лично для меня, были запоминающиеся события ушедшего года. Правда, еще целых две недели практически, да, и сколько там? Полторы. Случится может чего угодно. Он сервит, сейчас, завтра, сейчас. Да. Вот. Ладно. Давайте так. Теперь, значит, какой локальный тренд и как вот наша отрасль, да, как мы живем и что мы за собой наблюдаем? Импортозамещение. Кто бы что ни говорил, мы его прекрасно чувствуем. Наши все компании российские встали, мы с ним побежали в рост реестр. Впереди планеты всей. И потом всем проубили, что их наконец-то внесли в этот реестр. Импортозамещение есть. Если кто на форуме не слабо бывает, то, в принципе, видит, что количество вопросов, как нам переползти с АРГИСа на что-нибудь другое, они существуют, есть. И таких людей появляется и больше, и больше. Соответственно, учтите, вполне возможно, что знания российских систем, например, NextGIS, QGIS, это, конечно, не на правах рекламы, вы что. Вот, знания их достаточно полезны. Вот, конечно же, панорама и все остальные геонформационные пакеты, которые в нашей стране есть, это порядка двух-трех десятков. Значит, тренд, открытые данные. Скорее всего, тренд будет развиваться. Дорожные карты выполняются плохо и медленно, тем не менее, они есть. Они готовятся для большинства министерств и ведомств. И в феврале будет саммит по открытым данным, где запланирована геопространственная секция. Я вас всех заранее приглашаю, но о ней будет объявлено позже. Так, значит, тренд еще такой. Ростелеком, скорее всего, он очень массово придет на рынок. Что ты предлагаешь? Соответственно, компаниям надо понимать, будут ли они с ним дружить, либо они будут с ним конкурировать. На рынок чего он придет? На рынок информационных систем. Ростелеком уже запилил свой первый геопортал. И было сказано, что у них на подходе еще порядка десятка. И они будут переделывать те геопорталы, которые были в свое время построены в стране на Аргисе. Вполне возможно, что они возьмутся за переделывание полностью катастрофой платформы с Аргиса, уводить ее будут. Хотя вроде там Панорама что-то переделала. Тем не менее, надо понимать, что такой мощный игрок может эту поляну достаточно сильно перекроить. Может быть, они запустят собственные спутники ДЗЗ. Не знаю, самолеты купят, откроют 10 тысяч компаний. Картографических, где возьмут вас на работу. Тем не менее, позиция у них уже достаточно сильная. И вот таких вот три слова. BIM, BPL, Big Data. Вот это вот из них все являются в большей степени таким вот пиаром. Пиар, не знаю, маркетинг, чего угодно. Но тем не менее, да, в стране принимаются законы в области справа о моделировании зданий. В стране принимаются законы по поводу использования БПЛА. В стране на анонимическом столе правительства Российской Федерации обсуждается вопрос, стоит ли нам законодательно закрепить понятие Big Data и дать людям деньги, чтобы они над этим подумали. Вот, тем не менее, вот учтите, да, вот BIM, BPL, Big Data, они вполне возможно для вас лично будут определять определенную про линии развития. Каким образом, зависит от вас. Тем не менее, обсуждения идут и на этих трех словах люди делают определенный себе пиар, а часто их деньги. Это локальный тренд такой российский, который мы сейчас видим. Он, видите, достаточно коротенький и небольшой. Глобальный тренд. Ну, это то, что мы видим в мире, да, мы каждый год участвуем в крупнейших международных выставках и конференциях. И видим, что, ну, все мигрирует в облако. Вот куда все мигрирует. Создавая достаточно забавные ситуации, когда люди звонят из разных стран и говорят, что у вас есть коробочные решения. Потому что те решения, которые предлагаются, например, для обработки БПЛА, и сейчас полно вебовских. Загрузил в вебе прям там 100 гигабайт своих снимков на ATP, отправили ссылку, и ты скачал свой рут-фотоплан через там 3-4-5 часов или через двое суток. Люди спрашивают, а есть ли вообще коробка, потому что нас вот это облако не устраивает. То есть облака столкнулись в проблеме. Вот, такое есть. Значит, тем не менее, все мигрирует в облако. Все технологии идут в облака. В том числе и там даже классические фотограмметрические пакеты, которые работают с колоссальнейшими по объему данными, тоже туда будут мигрировать. Этот процесс уже пошел, и он не обратит. Вот кластеры, ну не знаю. Ну, что-то тестировали, что-то работает, что-то не работает. Посмотрим. Пока определенного понимания, что они обязательно нужны для обработки геопространственных данных, у нас нет. Пока не очень понятно. Кроме того, надо понимать, что наши геопространственные данные часто являются закрытыми, секретными, и их вообще-то не рекомендуется передавать на какие-нибудь кластеры, которые расположены где-нибудь за рубежом. Еще один тренд. Опять лично мое понимание, что 3D в мире не пошло. Вот 3D технология, 3D моделирование, города и все прочее, все, она в принципе умирает. Вот, может быть, пойдет в виртуальная реальность. Как же они за новостью давно, что 3D модель Москвы будет делать? 3D модель, опять-таки, почему оно не пошло? На это можно немножко заработать, но применения 3D до сих пор нет. Применение 3D, это красивая картинка. То есть, с точки зрения вот нас, как профессионалов, в том, этим 3D занимаются не геатезисты, не картографы. Ими могут заниматься вообще кто угодно. Фотографы свадеб, например, да, этим сейчас занимаются. Вот. Может быть, будет развиваться виртуальная реальность. В принципе, сейчас на последнем интергео были одни австрияки. Достаточно интересная вещь. Ну, просто игры в реальном городе, которые вот они сделали, отсканили, не знаю. С точки зрения использования в каких-то задачах, там, в нашем геопространственном, в документе, моделировании территорий, пока вот реально невидимо. Не знаю. Микро- и наноспутники. Через 2 года просторы галактики будет произойти порядка 2000 микро- и наноспутников. Да, то есть, нано- это, там, губная коробка, микро- это, там, микроволновка. Вот их будет порядка 2000 через, там, 5 лет. Они будут нам давать ежедневный ревизит одной и той же точки с размером весел, ну, порядка, там, вот считается, от метра до 5 метров. Они не смогут дать 30 сантиметров, потому что они очень маленькие, да, но, в принципе, 3-5 метров они дадут. Каждая точка, каждый день, если нет, конечно, облачности, будет сниматься, сниматься, сниматься. Что из этого выжимать, будет зависеть от того, что мы придумаем. В Штатах таким образом, например, мониторят заполняемость нефтехранилищ. Мониторится состояние посевов ежедневное. Мониторится загрузка судов. Мониторится загрузка железнодорожных составов, которые могут грузиться по пару дней. Мониторится загрузка парковок и всего-всего прочего. Ну, в принципе, вот это вот метра и наноспутники, они полетят все-таки. Несмотря на то, что сейчас их достаточно мало, да, там, порядка 100 штук всего лишь летает, именно ДЗЗ-шных, они будут давать космоценную информацию. Они начнут летать не только в 10 утра. Они будут летать, начиная с утра и заканчивая глубокой ночью. Они будут нести не только оптику, но они будут нести еще и видеосъемку, естественно. Как это использовать? Сейчас нет понимания, нет сервисов, технологий, которые готовы каким-то образом использовать всю эту огромнейшую абсолютно информацию. Просто никто еще банально не придумал. Если вы придумаете, вполне возможно, вы станете новым Илоном Маском или там Рутенбергом, заработав кучу денег. Я так понимаю, что Мойбокс работает? Да, Мойбокс, естественно, работает. Но, опять-таки, они запустили очень малость людей. Их прогнозы не оправдываются. И сейчас количество инвестиций в эту отрасль, в микро- и нано-скутники, она очень резко упала. Инвесторы, частные инвесторы, абсолютно разочаровались в этих всех рассказах о том, что там мы будем видеть, я не знаю, там, цвет глаз человека из космоса, и каждую секунду мы будем его наблюдать из разных, из тысяч скутников. Такого нет, такого не случится. Вот. Это, в принципе, видно даже по уровню финансирования этой отрасли. Она переживает очень сильный упадок. Но, тем не менее, порядка двух тысяч на орбиту уйдет в ближайшие пять лет. Это там уже долгосрочные контракты, они есть. И беспилотные автомобили. Не беспилотный летательный аппарат. В ПЛА это уже все, это забудьте, это уже устоявшаяся технология, она имеется. Беспилотные автомобили. В 2020 году, вот, Херия, да, если кто был на конференции с Канксом, они сказали прямо. В 2020 году весь наш бизнес будет совсем иным за счет беспилотных автомобилей. Поэтому, с точки зрения их, вот, они говорят, геодезисты, картографы, нам что от вас нужно? Нам от вас нужны высокоточные карты. Высокоточные карты, по которым смогут ездить наши беспилотные автомобили. То, что мы сделаем беспилотные автомобили, это факт. От вас нужны карты. Соответственно, вот, думать над этим, наверное, надо, потому что требование к сдержанию карт, оно колоссальнейшим образом применяется, скорее всего, если появятся беспилотные автомобили, которые будут ездить, выразить просторы наших искрайних дорог. Если уж КамАЗ грозит с тем, что у него появятся беспилотные автомобили в 2020 году, то это страшно, конечно, но тем не менее. Уже сейчас считается, что беспилотные автомобили – это абсолютно экономически рентабельная вещь. Выбирается кабина, загрузка увеличивается на 30%, экономия на обслуживание водителя и всякие на него траты упадает еще на 30%. Беспилотный автомобиль приносит практически в два раза больше денег, чем на этот. Поэтому, но им нужны точные карты, очень точные карты. Технологии, которые позволяют их создавать, обновлять, и, может быть, это будут датчики, которые будут в режиме онлайн строить карту для автомобиля, еще что-то, еще что-то. Может, впереди будет идти беспилотник, который сканирует перед ним дорогу, передает информацию, средства распознавания видео, стерео-видео изображений, 3-видео изображений, чего угодно. Но, тем не менее, высокоточные карты для беспилотных автомобилей – это, вот, в бизнес-плане ХЕЛ – это номер один. Вот, может быть, какие-то стоит им придумывать, естественно, будут какие-то средства в виде, там, геоинформационных систем, которые отслеживают все эти беспилотные автомобили, где двигаются как-то дистанционно не управлять, вот, наезжать на людей или не наезжать. Вот, ну и мысли вслух такие, общие мои просто, да, такие упаднические. Сейчас ГИС геоинформационной системы переживает достаточно сильную конкуренцию, как мне кажется, со стороны классических визуализаторов, да, например, со стороны Хабидатума. В принципе, то, что они делают, может делать ГИС, но ГИС этого не сделала. Что будет ли ГИС? Искусственный интеллект, да, и выходцы из искусственного интеллекта. Google, да, научился распознавать на фотографиях пользователей готиков. Что ему мешает научиться распознавать, я не знаю, бассейлы, автомобили и все, что угодно? Я не могу рассказать, что угодно. Вот. Тем не менее, это будет. ГИС не стала системой принятия решений управленческих. Управленческих. Ни одна, ни один регион не пользуется геопорталом с точки зрения принятия управленческих решений по развитию своей территории. Ни один. Поэтому, может быть, поэтому. ГИС сейчас идет достаточно плотная интеграция с CRM разными системами и с рп-системами, да. Аргис на каждом углу говорит о том, что они интегрировались с SAP на уровне ядра, с 1С, я пока не понимаю, каким образом бухгалтер будет что-то там геоанализировать, но тем не менее, это есть. Вот эта вот интеграция такая идет. Поэтому, может быть, вот экономистам и менеджерам, да, маркетологам надо объяснять, что такое геоинформационные системы. Потому что их в SAP, в 1С геоинформационные возможности аналитика уже будет зашита по умолчанию. Информационный отраслевой вакуум. Вот. У нас абсолютно в стране заглохли площадки, где раньше профессионалы могли обмениваться мнением. У нас умер какой-то паучный геофорум, у нас практически на нет откатилась геосибирь, у нас прекратились отраслевые какие-то сборища, совещания, но благо есть и схемотехника, да, по всей делке, где мы можем еще пообщаться немного, да. Вот это информационный вакуум надо заполнять. Если у вас есть какие-то проекты, публикации, статьи, их надо делиться как можно интенсивнее, обмениваться, не бояться вообще выступать на каких-то мероприятиях. И, может быть, есть смысл внимания у вас обратить внимание на проекты агентства стратегических инициатив, это индивидуальные разные проекты, в том числе это Myronet, SpaceNet, FoodNet, где достаточно большая компонентная ее пространственная завязка. Они готовы давать деньги, но только под очень реальные и хорошие проекты. Если у вас есть такие завязки, то подумайте над этим. Спасибо.